Слава Богу, дорогая Церковь, дорогие друзья, мы благодарны Господу за эту возможность быть в Доме Господнем и еще напитать свою душу этим бессмертным Словом Божиим, которое Господь дает нам, чтобы приготовлять нас к вечности, приготовлять наши сердца, чтобы мы были готовы встретить то время, которое впереди нас. Я хотел бы, чтобы мы обратились к Евангелию от Луки, 21 глава, и мы прочитаем с 34 стиха. Луки, 21, с 34 стиха. Иисус говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий, и предстать пред сына человеческого. Я буду говорить сегодня на такую тему «приготовься к трудному времени». Приготовься к трудному времени. Мы смотрим, что сам Иисус говорил об этом. Во всех практически Евангелиях мы смотрим в той или иной мере, а в некоторых даже почти дословно, Он очень большое внимание уделил последнему времени то, что будет происходить. И даже здесь мы читаем, что Иисус предупредил, чтобы мы не отягчали свои сердца, чтобы мы не отягчали и различными грехами, заботами житейскими, заботами, которые, может быть, даже не греховные. Потому что если мы живем, и наше сердце загружено, если наше сердце отягчено, если наш разум, наши мысли, наше время, оно загружено чем-то посторонним, то этот день может постигнуть нас внезапно. То есть мы не заметим, мы не успеем опомниться, как этот день нас постигнет, и мы будем не готовы. Потому что Он как сеть, как сеть разлаживают для птиц, ее скрывают, а птицы не видят. И Он как на всю, по всему лицу земли. И потому Господь предупреждает, что бодрствуйте и молитесь во всякое время, чтобы вам удостоиться, сподобиться, чтобы вам быть способными, будьте достойны, чтобы Господь избавил вас от этих бедствий, и вы предстали пред Сыном Человеческим. Читая эту всю главу, мы находим, что там Господь говорит и про войны. И Он говорит, не ужасайтесь, когда вы услышите. Ну как не ужасаться? Войны, война, смерти, тут бомбы, снаряды, какие-то еще, может, другие, более уже изысканные, новейшие технологии, которые убивают людей, поражают людей. А там кого-то детей, может, берут на войну, на фронт. И вот это вот трудное время. Война – это всегда и голод, и болезни. Это очень тяжелое время. Но Христос говорит, когда вы услышите о войнах, не ужасайтесь, потому что не конец, будут еще и другие бедствия. Будут и землетрясения великие, будут и наводнения, будут бедствия. Будут вас предавать, будут вас избивать, будут вас на мучения предавать. И это будет все для свидетельства. Даже когда вас возьмут в тюрьмы какие-то, может быть, в каторги, на ссылки, будут ущемлять ваши права. Но Господь говорит, вы должны быть готовы, чтобы принять это с благодарностью, что это возможность, это как бы момент для проповеди Евангелия. Там, в узах, там где-то пред царями, пред судьями, чтобы это не ропот был, чтобы это не самосожаление было, чтобы вы не отреклись, но наоборот, использовали этот момент ваших гонений для того, чтобы Божье Слово распространять и свидетельствовать везде, как апостол Павел, он радовался узом, он говорил, я рад быть узником Господа Иисуса. И он свидетельствовал там, прямо будучи связан в узах, в цепях перед этими царями. Господь говорит, вот это будет момент для того, чтобы вы там даже свидетельствовали, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И будут знамения на небе, на земле. Но мы все это знаем, когда мы читаем другие моменты, где Иисус в Луке так же сам говорил. Он говорит, да будут через слава ваши припоясаны, светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина, чтобы вы были готовы. И здесь Иисус говорит о двух вещах. Он говорит, чтобы через слава ваши, то есть пояс ваш припоясан. Для чего припоясывали пояс? И когда мы смотрим, даже апостол Павел, он объясняет вот это вот всеоружие Божье. Он так же упоминает о том, чтобы мы припоясали, чтобы мы одели это всеоружие Господне. Потому что как воин он должен быть припоясан. И потому Христос говорит, вы приготовьтесь, потому что это время, оно будет сопровождаться духовной борьбой. Это будет война, это будет не просто расслабление. Это не просто легкое время. Нужно быть готовым сражаться, готовым бороться. Нужно припоясано и через слабость. И дальше он говорит, и светильники ваши горящие. Для чего светильник? Потому что будет время тьмы, будет время тяжелое, время мрачное, время темное. И необходим свет Божьего Духа в сердце, чтобы пройти через эту тьму, чтобы устоять, чтобы не споткнуться в тьме. Потому что во тьме легко спотыкаться. И должен быть светильник горящий в руке твоей для того, чтобы пройти через это трудное время, которое предстоит. И вы будете блаженны, когда вы будете припоясаны и встретите Господа. И поэтому в Откровении, в третьей главе мы читаем, что Господь говорит в Сардийской церкви. Он говорит, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. «Вспомни, что ты принял, вспомни, что ты слышал от меня, храни и покайся. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь времени, когда я найду на тебя». То есть, если бодрствовать не будешь, если ты не будешь припоясан, если не будет светильник горящий, то как вор это время придет незаметно, никто тебе не подскажет. Ты не увидишь и не успеешь даже опомниться, как настигнет это время, о котором Господь предупреждал. В Матфея мы читаем 24 глава, она вся эта глава, она говорит также об этом, когда будет это последнее время. Господь говорит, что опять-таки будут предавать, будут гнать вас по причине умножения беззакония. Во многих охладеет любовь. Это время, когда любовь охладевает, когда мы будем видеть справа и слева, как многие оступаются, спотыкаются, как многие теряют Божью верность, святость в своей жизни, праведность, когда они идут на поводу греха, потому что вот эта тьма их одолевает, нету светильника горящего, будут много лжепророков восстанут и прельстят в них. Во всем этом будет и дьявол работать, он будет в свои лжеучения, какие-то неправильные, очень тонкие, коварные, очень трудно различимые, если нету горящего светильника. Если света Божьего Духа нету, будет трудно различить вот это учение истинно, но не истинно проповедь, пророчество, откровение, будет очень много духовных обольщений. На первый взгляд они будут казаться правильными, они будут хорошими казаться, они будут, может быть, даже ободряющими, но это будут ложные духи, которые будут пущены во всю вселенную, чтобы и многих даже искренних, избранных соблазнить. И потому как важно иметь свет Божий в своем сердце, чтобы нам распознать, распознать вот это время, претерпевший же до конца спасется. То есть это не просто легко будет, Христос говорит, нужно будет претерпеть. То есть терпеть долго, выдержать это время, это время долготерпения, терпением вашим спасайте души ваши. То есть это не просто благодатью, это не просто верой, это не просто знанием, это не просто теологией, это терпение. А терпение нужно, когда трудно, терпение нужно, когда тяжело, терпение нужно, когда, ну, не можешь выдержать уже, и вот сдаются силы, и необходимо терпением спасать души наши. Молитесь, Господь говорит, чтобы не случилось это бегство ваше зимой или там в пустыне, ну, во время субботу, ну, Христос говорил евреям, потому что суббота для них это был святой день, они не могли позволить себе где-то долго идти, куда-то бежать, вот, и понимая ихнюю культуру, ихние учения, ихнее понимание, Господь на ихнем языке говорил, но для нас это, это просто как такой прообраз, как пример того, чтобы и мы молились, чтобы Бог помог нам пройти это время и дал нам как-то в легче, может быть, в более легкой мере испытать эти трудные времена, ведь Господь силен уменьшить эту меру, и Он говорит, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, потому что будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, но написано, ради избранных сократить те дни, то есть, есть избранные, которые будут молиться, есть избранные, которые будут Бога умолять, Господи, помилуй, Господи, поддержи, Господи, проведи нас, Господи, не дай, чтобы мы упали, и Господь ради молитвы этих избранных будет сокращать это время, Он будет давать нам возможность какую-то пройти в более легкой сфере. Но если эти избранные будут молиться, поэтому он говорит, молитесь, молитесь, чтобы не случилось бегство. Молитесь об этом трудном времени, чтобы детей никто не забрал, чтобы дети не упали, чтобы враг не коснулся наследия вашего. Молитесь, чтобы устоял рот ваш в этом времени. Если будете молиться, если будете на всякое время бодрствовать и молиться, вы удостоитесь избежать. Понимаете? То есть не каждый удостоится, не каждый избежит этого злого времени. Будут люди, которые будут молиться, которые будут поститься, которые будут искать Бога. И Бог по этим молитвам проведет их через это трудное время. Он поможет, Он укратит, сократит это время, Он уменьшит меру зла, которую человек должен будет проходить. Поэтому Христос, вот Матфея, мы также читаем 24 глава 42 стих. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Господь вас. Никто не знает, и мы не знаем, друзья, и апостолы не знали. И апостол Павел, когда мы читаем его послание, он даже говорит, что время последнее, имеющий жену, как не имеющий. То есть, говорю, время кратко. И он даже говорит нам, ну так кажется мне, что Господь уже определил быть последними посланниками на этой земле, служителями. То есть, они ожидали конец, они не знали, сокрыто это от всех. Какой бы ни был человек великий пред Богом, как бы ни был одарован, никогда он знать не будет последний день на этой земле. Потому что Христос сказал, и сын даже не знает, ни ангелы не знают. И потому очень важно, чтобы мы были готовы встретить это время, потому что оно придет на всю вселенную, как предсказал Иисус Христос. Мы смотрим 94-й псалом. 94-й псалом, это хвалебный псалом, который благословляет имя Господа, но в то же самое время дает предостережение нам. Смотрите, 8-й стих. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день воскушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом этим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это народ израильский, и мы скажем, ну, это Израиль, это как бы старый завет, это не путай новый со старым. А ничего, как бы, общего мы не имеем с Ветхим Заветом, вот, мы новозаветные христиане, помазанные кровью, благодатью, и у нас благодать на благодать. Но мы смотрим апостола Павла, первое послание Коринфянам, 10-я глава, и он говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и в незнании, что отцы наши были под облаком, они видели Божью славу, облако, столб облачный, столб огненный, они все вот прошли через это море, они видели чудеса это». С ними был Моисей, который был очень близок с Господом, и чудеса большие делал Господь через него. Они ели манну, они пили вот эту воду в пустыне, но не о многих из них благоволил Бог, они пали, были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, в которых написано «Народ встал, есть, пить, играть», не станем блудодействовать. Вы знаете, вот как бы здесь интересный момент, на котором я чуть остановлюсь. Народ встал, сел, есть и пить, и встал играть. И когда мы читаем это именно вот в тот момент, когда произошло это, когда они уклонились от Господа, это 32 глава исход, когда Моисей был на горе, то Господь говорит «Сойди», потому что скоро уклонились они. Видите, Господь в лице Моисея как бы отошел от Израиля на мгновение, на 40 дней. То есть как бы они получали Слово Божье через Моисея. И вот нету этого источника Слова, нету Моисея, нету того, кто бы показал, нету того, кто вывел из Египта и дальше поведет. На некоторое время молчание, на некоторое время как бы небо закрылось, ответа нету, и они уклонились. Друзья, когда приходит время Божьего молчания, когда приходит время, когда мы не видим руку Божью явную, очень трудно остаться верным. Потому что что нас держит? Что нас держит? Слова Божьего нету, откровения нету, силы нету. И держать нас сможет тот запас, который у нас есть. А если нету этого запаса, тогда вот как этот народ израильский скоро уклонился, потому что они жили только откровением Моисея, а внутри у них не было Слова Божия. И дальше, когда они, вот так вот Моисей сходил с горы, он видел этого тельца, они все прыгают, пляшут, там играют. Гнев его возгорелся, и написано вот 25 стих, 32 главы исход. Моисей увидел, что народ этот необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И знаете, есть некоторые другие переводы, даже вот английский перевод, если мы возьмем King James Version, там написано, что Моисей увидел, что этот народ голый, обнаженный, ибо Аарон допустил, разрешил им обнажиться. Почему и апостол Павел и говорит, что не станем блудодействовать, как некоторые из них. И, кстати, вот это вот 1 Коринфянам 10, 7, где написано, народ сел, есть и пить и встал играть. Если мы читаем другие переводы, там написано, играть, слово играть имеет блудное, развратное, похотливое значение. То есть это было не просто поклонение, это было похотливое извращение народа, которое, как те племена народа, которые жили вокруг, ихнее поклонение идолам сопровождалось всегда этими оргиями разными. И вот народ дошел до такого отступления пред Господом, и апостол Павел говорит, не станем и мы так делать, потому что, как они блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем мы искушать Христа, как они искушали, и от змей погибли. И дальше, не ропщите, как они роптали и погибли от истребителя. И вот мы читаем, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних времен. Это все происходило с ними, как прообраз для нас. Бог готовил историю человечества, чтобы в последнее время мы обратили свое внимание на эту историю. И мы взяли себе урок, что это в последнее время относится прямо к нам. Вот как они шли из Египта, как они шли по пустыне, как они проходили через эти трудности, через эти испытания, через эти величайшие тяжелые моменты жизни. Так и точно так это относится к каждому из нас, что в последнее время, в последние века нам необходимо в этом взять какой-то урок. Апостол Павел к евреям, похожее место говорит, третья глава, мы читаем, что когда услышите голос Духа Святого, не ожесточите свое сердце. Не будьте, как во время ропота. Ну почему они роптали, друзья, почему? Ведь не просто так, не просто так они захотели роптать. Потому что время было тяжелое, трудно было, воды не было, а там и дети, а там и старшие, и там и старики, и женщины, и грудные дети, и беременные женщины, и скота много. А пить нечего, а трудный переход, а еды нету. Ведь они роптали не на голом месте, они роптали. Ну не ожесточите ваши сердца, где искушали меня отцы ваши. И поэтому я вознегодовал, я вознегодовал, ну Бог допустил им пройти через это трудное время, друзья. А это написано в наставлении нам, достигшим последних времен. Кто говорит, что Господь восхитит свою церковь до трудных времен, я не знаю. Апостол Павел говорит, что это написано нам, достигшим последних времен. Мы пройдем трудное время. Бог знает, сколько оно будет, но мы будем проходить пустыню, которая определена для церкви. И вот Господь поэтому поклялся во гневе, что не войдут в покой. И поэтому апостол Павел, это третья глава евреям, он говорит, 12 стих, смотрите, чтобы не было у вас сердца лукавого, неверного, чтобы не отступить от Господа. Сердце лукавое, сердце, в котором таится неискренность, лукавство, оно не пройдет через это. Все просеется в это трудное время. Бог испытает сердце, глубину сердца каждого человека, где есть лукавство, где есть... Что такое лукавство? Это видимость благочестия, силы нету. Это видимость служения Богу, а внутри нету истины Божьей, нету страха Божьего, нету основания евангельского. И только мы приходим в церковь, потому что, ну вот так, мы знаем, что это надо, но это лукавство, оно будет испытано. И если будет это лукавство, человек не устоит. Наставляйте друг друга, пока можно, пока можно. Он говорит, смотрите, наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне. Потому что придет время, когда нельзя будет наставлять. Апостол Павел говорит, придет время, когда не сможете друг другу проповедовать. Придет время, когда настолько все поменяется, что вы не сможете найти слово подкрепления в церкви. Вы не сможете взять себе пищу у алтаря Господня, потому что все изменится, это время ныне закончится. И придет момент, когда каждый со своим запасом будет проходить эти моменты. Поэтому и написана вот эта притча о десяти девах, пять было мудрых, пять неразумных. И интересный момент, то что когда вот этот раздался крик, то все проснулись, все поправили свои одежды, светильники. И вот эти пять неразумных, они смотрят, масла мало, масла мало. Они понимают, что без масла не дойдут, без масла не войдут, невозможно. И они к мудрым, дайте нам вашего масла, дайте, помогите нам. А те говорят, мы не можем вам дать, потому что если мы вам дадим, у нас у самих не хватит. Идите, купите у продающих. Понимаете, что произошло? У этих мудрых дев, у мудрых, мудрые, мы все хотим быть мудрыми, мы все хотим войти в Царство Божие. Мудрые это те, которые бодрствуют, мудрые это те, которые молятся, это те, которые к Богу стремятся, у которых нет лукавства, которые в должном состоянии в это последнее время. И у этих мудрых было запаса масла ровно столько, сколько каждому из них должно было хватить до встречи с женихом. У них не было ни капли больше, чтобы с кем-то поделиться. Другое время будет такое тяжелое, что никто вам не поможет. Никакой пастырь, никакой служитель, никакая церковь, когда придет это злое время тьмы, это полночь, когда придет время будет настолько тяжелое, что праведный только своею верою жить будешь. Ты не сможешь одолжить ни у кого масла, ты не сможешь не одолжить у кого-то силы, ты не сможешь сказать, помолитесь за меня, решите мою проблему. Потому что придет время тьмы на эту землю, и только тот, у кого есть достаток масла, этим маслом, он не сможет поделиться ни с кем, но это масло будет способствовать спасению его собственной жизни. Поэтому апостол Павел, он здесь и говорит, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И мы будем на небе, он говорит, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И потому, как сказано, что они не вошли в покой мой, это наставление для каждого из нас. Друзья, мы смотрим книгу пророка Даниила, мы смотрим книгу пророка Даниила, и когда мы смотрим 9 глава, там написано, Даниил молился о последнем времени, не о последнем времени, о народе своем, и Бог показал ему историю народа израильского. И там очень много седьмины, там исчисления, я не буду всего этого касаться, но Господь дал ему четкое откровение, когда будет разрушен храм, и после этого храма столько-то там седьмин, то есть столько семилеток, и будет восстановлен храм, и потом, и даже было сказано конкретно, когда придет Христос, да? Вот, то есть, если мы там посчитаем, и ученые эти богословы все высчитывали, и оно все так и произошло. Храм восстановился, вышло повеление, и потом Христос родился, именно в тот момент. И вот последний стих, 27 стих 9 главы, я зачитаю, здесь написано, и утвердит завет для многих одна седьмина, то есть 7 лет, последняя седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва, и приношение на крыле святилища, будет мерзое запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. И вот есть разные толкования, это очень трудные, трудные книги, которые мы читаем Даниила, Откровения, очень много пояснений. Но, знаете, есть такое понимание среди многих богословов, что именно вот эта последняя седьмина, последних 7 лет, она как бы оставлена на последнее время. То есть, когда народ израильский, Господь рассказывал все, что будет происходить, там пройдет столько седьмин, столько седьмин, столько, и когда вот Христос родится, и будет предан смерти Христос, и не будет, и тогда будут опустошения. И вот как бы здесь, многие богословы говорят, что здесь часы Божьи остановились. Мы слышали вот это, да, часы Божьи остановились по смерти Христа, когда народ израильский отверг Мессию, отверг, и началось время язычников. Как бы на Божьих часах еврейский народ, его время остановилось, и время началось язычников. Почему мы и говорим, время язычников закончится, и Бог обратится к народу Своему. То есть, вот эта последняя седьмина оставлена для народа израильского на конкретное последнее время, когда начнется вот это вот опять возвращение Израиля к Господу. И написано, утвердит завет для многих одна седьмина. Что я хочу здесь сказать? Я не хочу очень глубоко копать эту тему, но что я хочу сказать? То, что это будет короткое время, очень короткое время. Если вы думаете, что семь лет это много, это очень короткое, да и то там на половине этой семи лет произойдет что-то, да, не будем уже это говорить. Это будет очень короткое время, когда события за событиями быстро будут происходить, очень быстро все будет меняться, и очень большие перемены будут. И Господь Даниила, он также говорит, что и пострадают даже некоторые из разумных для испытания их очищения, для убеления к последнему времени. То есть это время будет, когда с одной стороны люди, чтущие Бога, усилятся, с другой стороны будет много обольщения, потому что вот этот вот антихрист, вот эта вот сила нечистая, он поступающих нечестиво против завета, он будет как бы подкупать, он будет им давать награды, он будет раздавать им разные земли, вот, и он будет всю эту землю, вот это тайно обольщение будет по всей земле. Но я хочу подчеркнуть момент, что это будет быстрое, конкретное, короткое время, когда все будет меняться, и Господь хочет, чтобы мы были готовы к этим последним временам, какие бы они ни были, как бы они нас не встретили, в какой бы форме они ни были, Господь хочет, чтобы мы были готовы. Друзья, мы смотрим, мы смотрим на Священное Писание, когда Господь, Он показал нам через многих пророков, через многих царей, примеры того, как мы должны относиться к Господу. Ведь многих людей, многих людей постигало испытание Божие, постигало наказание, постигало время тяжелое, и многие люди поворачивались к Богу в это время, а многие отступали. Мы смотрим на Давида, во время Божьих судов в своей жизни Давид повернулся к Господу. Мы видим, когда он согрешил и с Версавией, и ребенок заболел, то Давид упал на землю, он не ел, он постился, молился, он лежал и плакал пред Господом, он смирял свое сердце. Мы смотрим, когда с Ивей Соломом было, и Давид понимал, что Божий суд пришел, наступил в его жизни, то он даже ковчег с собой не взял. Он говорит, Господи, если угодно Тебе, если Ты благоволишь ко мне, то Ты меня вернешь, а если нет, я не буду защищаться, я не буду прикрываться даже святыми какими-то атрибутами, что хочешь, то со мной и делай. Когда мы смотрим, семей даже и шел, плевал на него, и его там сотрудники говорят, давай мы снимем голову с этого пса. Он дает, говорит, нет, Бог ему позволил надо мной смеяться, плеваться, бросать камни, пыль, пусть сделает. Понимаете, вот такое смирение, когда Давид смирился пред Господом в трудное время. Но мы находим многие другие моменты, когда были цари, которые понимали, что Бог судит их, и они не могли смириться. Когда они взыскали врачей, а не Господа. Когда они не обратились к Господу, когда даже Навуходоносор окружил город им, изломал эти столбы храма и унес все. И они до последнего боролись против Бога. То есть разная реакция есть, разная реакция, как человек может реагировать. Но посмотрите, есть такой момент, четвертая книга царств, четвертая книга царств. Здесь история о том, как царь сирийский окружил Самарию. И был сильный голод в Самарии. Так что продавали и голубины по мед, люди ели своих детей, мы знаем это, да? Очень тяжелое время. И тогда вот в этот момент, именно когда произошло это время, когда царь узнал, что две женщины съели своего ребенка, царь, выслушав эти слова, написано, разодрал одежды свои. У него было вретище на самом теле. И он сказал, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем. И вот он посылает своего слугу, сановника к Елисею, чтобы убить Елисея. И когда он заходит, этот сановник, он говорит, там у Елисея были старейшины сидели, и он говорит, какое бедствие от Господа, вот какое бедствие от Господа. Они понимали, и царь, и сановник, и народ израильский, понимали, что это бедствие, посланное Богом. Это время трудное, которое Бог допустил в ихней жизни. И он говорит, какое время трудное, бедствие Господь допустил. Чего мне еще больше ждать от Господа? Что мне еще ждать от Господа? Если Бог допустил, значит мы погибнем. Если Бог позволил нам попасть в такие обстоятельства, значит с нами конец, нам больше нечего. Убей ты этого Елисея, истреби ты даже имя Его, и сгладь все божественное из своей жизни, ты все равно не пройдешь, потому что Бог отвернулся от тебя. И потому, когда Елисей говорит, когда Господь услышал, это через слова этого сановника, когда Господь услышал, это как бы за дело можно, ну если так сказать можно, как бы за дело за живое Бога. За дело за живое Бога. Если ты, Бог, против меня, значит мне нету больше милости. Если ты, Бог, отвернулся от меня, значит я не пройду. Если ты отвернулся от меня, значит мне конец. А Бог говорит, а я Бог милосердный, любящий спасать, даже в самых трудных обстоятельствах. Я хочу видеть у тебя веру, что я тебя проведу, поддержу, и сможешь ты пройти со мной. И потому Бог говорит через Елисея, за то, что ты так сказал, за то, что ты так сказал, ты увидишь глазами своими это избавление, ты увидишь глазами своими, что дорогая самая мука будет во много раз дешевле этого голубиного помета. Ты увидишь глазами, но есть это не будешь. Друзья, мы приходим к трудному, тяжелому времени. Мы приходим к обстоятельствам, которые будут даже непредсказуемы. Мы придем через испытания, которые поколеблют веру многих. Но Господь хочет, чтобы у нас была вера и надежда на Него, что Он Бог любящий, свой народ. Он Бог, который будет проводить и открывать окна небесные для тех, которые всем сердцем ищут Его, для тех, которые бодрствуют и молятся, очищают себя, приготовляют себя. Господь в трудные времена откроет окна небесные, и мы будем видеть Божье избавление. Поэтому Он и сказал, поднимите глаза ваши к небу, ибо там ваше избавление. Друзья, мы будем сейчас молиться. Мы будем молиться. Я расскажу один пример, который не так давно произошел со мной. Я как-то был не так давно на одном мероприятии, нашем христианском мероприятии. И там было немало людей, наши все славяне, верующие христиане. Вы знаете, я так разговаривал, общался с людьми, общался с ними. И как-то на сердце у меня было тяжело, на сердце было печально, потому что я видел, насколько далеки люди от Господа. Все разговоры, все помышления, все какие-то вот, все земное, все пустое такое. Я так приехал домой, чисто так с женой разговариваю, говорю, ну как-то мне так показалось, говорю, не то что с осуждением, ну вот как будто бы процентов 10 там только искренне ищут Господа, близки с Богом, говорят, а остальные? И так жалко мне, думаю, ну почему, почему такое состояние у народа? Знаете, я так лег спать, а мне ночью снится сон. Мне ночью снится сон, а ко мне подходит во сне пророк и говорит, так говорит Господь, Ты осудил мой народ. И знаете, когда я услышал это в этом слове, это была такая любовь Божья ко всем, к холодным, к теплым, к отступникам, к лукавым, к коварным. Такая отцовская любовь, настолько глубокая, настолько сильная. Вот как отец любит свое дитя, которое даже поступает неправильно, но как сильно Бог любит каждого человека. И дальше Господь говорит, придет тяжелое время, когда многие холодные, многие, которые далеки от меня, они приблизятся ко мне, а многие упадут и не встанут. Друзья, мы приступили к этому времени, когда Бог будет проводить свою церковь через пустыню. Для чего Бог позволил народу пройти через пустыню? Для чего? Для чего голод? Для чего они там плачут? Для чего лук вспоминают? Для чего чеснок вспоминают? Почему мясо просят? Почему воды нету? Почему? Написано, 10 раз искушали меня, 10 раз. 40 лет там ходили. Почему Бог это позволил? Почему? Друзья, вы знаете, они вышли из Египта за 40 дней, но Египет выходил из них 40 лет. 40 лет выходил из их сердца Египет. Господь не мог в таком состоянии привести свой народ в землю обетованную. И ему нужно было переплавить. Ему нужно было очистить народ. Ему нужно было все ропотное, все греховное, все похотливое вывести из сердца народа. Ему нужно было работать долго в пустыне с народом израильским. Вот скажите, как войти? Как войти в небо? Как войти? Нас ожидает небеса, нас ожидает слава неба. Нас ожидает момент, когда встретит нас все небо. Святые, сонные, ангелов, херувимы, серафимы, Сын Божий, сам Господь встретит нас на небеса. И как нас, как нас туда с нашими пороками? Как нас туда с нашими беззакониями ввести? И Господь допустит время, допустит время, когда будет очень тяжело. И последний момент перед молитвой. Опять я обращаюсь к тому сановнику, к тому сановнику. Почему Господь так строго его наказал? Почему он так строго взыскал с него? Почему его там растоптали? Вот эти голодная толпа людей, которая ринулась, чтобы брать себе эту добычу, растоптали его у ворот. Почему? Потому что, понимаете, он понимал, сановник понимал, что никто не поможет. И в принципе это правильно, в принципе это хорошо. И Господь хочет добиться того, чтобы мы не надеялись на плоть, не надеялись на свои силы, на человека не надеялись, даже на пастора, на служителя, на церковь даже не надеялись, чтобы наша надежда была на Господа. Научиться лично получать ответ от Господа. Научиться лично входить в присутствие Божье. Господь хочет этого добиться, чтобы мы потеряли всякую надежду. Но проблема сановника была, то что он даже и не верил, что Бог может помочь. И потому я хочу, чтобы когда постигнут нас трудности, постигнут твою жизнь испытания, в твою семью, в твою ситуацию придет какое-то испытание от Господа. Ибо ничего не бывает без Божьего допущения, чтобы ты понимал, что твоя надежда должна быть на Господа. У него всегда есть милость. Он послал горе и помилует по своей великой милости. Ибо не по изволению сердца своего он наказывает снов человеческих. Он не хочет. И потому он, Бог, проведет тех, кто надежду свою возложит на него. Давайте мы склонимся на наши колени и будем молиться. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое слово.